Известная дальнобойщица Катя Рассказала о работе на себя Не попробуешь, не узнаешь Каждый водитель больше груза Рано или поздно задумывается о покупке собственной машины Работа на себя это возможность увеличить прибыль Но также и дополнительные хлопоты Риски, ответственность Автор ютуб канала Merge Life Екатерина Миронова несколько лет работала водителем В транспортной компании Но теперь и она решила начать свое дело Чтобы сэкономить на приобретении грузовика Дальнобойщица решилась на рискованный шаг Приобрела машину, побывавшую в серьезном ДТП К счастью, ремонт прошел удачно И недавно девушка благополучно выполнила первый рейс На восстановленном тягаче Мы пообщались с Екатериной И узнали, какими трудностями ей пришлось столкнуться Здравствуйте, Екатерина Скажите, как давно вы хотели отправиться в свободное плавание И какие минусы работы на компанию Подтолкнули вас к этому решению В свободное плавание я хотел отправиться всегда Мечта иметь личный грузовик появилась давно Но финансовые трудности не позволяли мне и осуществить В каждой компании свои условия И часто работодатели действуют не в интересах водителя А некоторые требования к водителям бывают абсурдными Что доставляет сильный моральный и физический вред и дискомфорт Для меня очень важно ощущение свободы, выбора и независимости Хотя я прекрасно отдаю себе отчет Что за такие эмоции приходится платить большую цену В виде тех проблем, с которыми сталкиваются собственники коммерческого автотранспорта Вы купили грузовик, переживший серьезное ДТП Не страшно ли было связываться с такой машиной? Не было ли мыслей о приобретении старенького, но исправного грузовика? Конечно страшно, для меня это было отчаянным шагом Спустя время я могу с уверенностью заявить, что это был необдуманный и ветреный поступок Совершенный больше от отчаяния, нежели с дальновидным подходом Я посмотрел о довольно много старой технике И скажу прямо, техническое состояние БО транспорта в России оставляет желать лучшего А лизинг на новый грузовик мне никто бы не одобрил Что пошло под замену во время ремонта? И какие узлы и агрегаты остались родными? Замене подверглась кабина, а вернее то, что от нее осталось Коробка передач, передний бампер с усилителем и осветительными приборами Аккумуляторный ящик с аккумуляторами, кассета радиатора и интеркулера в сборе И многое другое, подробности можно узнать, посмотрев видео на моем канале Двигатели, рамы, седло и гур остались родными Сколько времени ушло на восстановление и какие подводные камни проявились во время ремонтных работ? На восстановление тягача ушло около месяца Во время ремонта подводных камней не проявлялось, кроме незначительной кривизны рамы Восстановлением занимались ребята с разборки Они неоднократно выполняли такие работы Поэтому все, что происходило во время восстановления, не было для них неожиданностью Неустранимых изъянов нет, так как Scania это отличный конструктор лего Исправить можно все, главное иметь голову, руки и запчасти Расскажите пожалуйста о прицепе, почему вы выбрали шторный? Почему именно крон? И во сколько он вам обошелся? Выбрала шторку, так как есть опыт работы с ними На рефрижераторе практика очень маленькая Да и заказов, по моему мнению, сейчас больше на шторы Прицеп крон среди водителей зарекомендовал себя как надежный, крепкий и долговечный По цене я не хочу распространяться, пусть это останется моей коммерческой тайной Недавно вы выполнили первый рейс, как впечатление? Хорошо ли показал себя восстановленный тягач? Впечатление не передать словами Автомобиль соответствует состоянию нового Ребята с разборки сделали все, чтобы грузовик дарил только положительные эмоции в рейсах Ездил я в Рекатеринбург, отвозил туда кабину Далее отправился в Москву, оттуда в Ростов В целом рейс прошел без происшествий В техническом плане никаких негативных моментов не возникало Если у вас любимые маршруты, какой рейс был самым продолжительным? Мое любимое направление это Восток, Омск, Новосибирск, Томск Подолжительность на круг, если ехать из Москвы, около двух недель Теперь я вольна выбирать себе маршруты Хотелось бы доехать до Хабаровска А многие перевозчики жалуются на перенасыщенность рынка Высокие сдержки, низкие ставки Один видеоблогер недавно сказал В грузоперевозки идут не от хорошей жизни Согласны ли вы с этим утверждением? Сложно ли было решиться на покупку? Были ли вы уверены в правильности своего выбора? Для меня это не так У меня всегда был выбор Куда, кем и с кем мне пойти работать И тут я не от того, что мне плохо живется Мне нравится моя работа Нравится ездить по городам Общаться с новыми людьми Развиваться в техническом плане Вести свой блог и узнавать что-то новое Конечно уверенно, по-другому быть и не могло Успели ли вы оценить все преимущества и недостатки работы водителя-частника? Легко ли искать заказы? Вести документы обороты, бухгалтерию? Не было ли проблем с регистрацией ИП? Пока еще не в полной мере, но думаю, что у меня все впереди Заказы в рейсах помогают искать диспетчеры С бухгалтерией и документом оборотом тоже пока особых проблем не возникало Регистрация ИП прошла довольно быстро Время покажет, пока рано делать какие-то выводы о преимуществах и недостатках В последнее время государство пытается ужесточить контроль над автоперевозками Борется с серым сектором Предприниматели стали чаще штрафовать за неоплату Платона Готовится законопроект о реестрах грузоперевозчиков Чувствуете ли вы эти изменения? Оправдали ли они? Оправданы ли они? Чего, по вашему мнению, не хватает отрасли? Как и везде, здесь не хватает порядка Штрафами и ужесточением проблем не решить Требуется комплексный подход Я слишком маленький промежуток времени работаю в этой сфере на себя Чтобы сравнивать изменения в законодательстве Одно скажу точно Но чтобы что-то изменить, что-то внизу Надо начинать менять что-то наверху Как вы питаетесь в рейсах? Готовите сами или заезжаете в придорожные кафе и рестораны? Когда как? Если позволяет время, готовлю сама Если нет, то иду в столовую или кафе Дороге к выбору питания нужно подходить особенно щепетильно В противном случае придется потерять много времени И нанести вред здоровью Недавно Минтрут пересмотрел список запрещенных для женщин профессий И с 2021 года они смогут водить большегрузы А сегодня это официально запрещено Не приходилось ли вам слышать о том, что перевозчиков наказывали за трудоустройство женщин? Этот список прямо противоречит Конституции РФ А значит, что и запрет по своей сути абсурден В сфере грузоперевозок о таких законах мало кто слышал Это неприменимо в реальной жизни Да и в судебной практике Сейчас во все крупные транспортные компании берут женщин Вы за рулем с 2008 года Можете ли вы сказать, что женщин за рулем становится больше? Меняется ли отношение к ним? Я считаю, что каждый человек должен заниматься тем, что ему по душе И было бы замечательно, если бы были люди при выборе профессии Руководствовались личными качествами Выбирали то, что действительно им подходит А не гонять за сверхприбыльными И действовали по щей-то указке Ведь еще Конфуций сказал Займись тем, что тебе нравится И ты не будешь работать ни дня в своей жизни Не приходилось ли вам ездить за границу? Нет ли желания попробовать себя в качестве международника? За границу по дальнобойной работе ездить не приходилось Конечно, есть желание освоить новые горизонты Но пока это в далекой перспективе Какие у вас планы на будущее? Собираетесь ли расширять свое дело? Это напрямую зависит от заказчиков Будет работа, будут и планы на будущее Пока еще рано загадывать На данный момент мне необходимо работать над формированием клиентской базы Что самое сложное в работе дальнобойщика? Ну, не буду говорить за всех Но для меня самое сложное – это моральная сторона профессии Очень неприятно, что многие люди считают работу водителя большегруза Позорной и нерентабельной Что пожелаете водителям, которые хотят купить свой грузовик и начать работать на себя? Если хочется, то нужно пробовать Не попробуешь – не узнаешь Хочу пожелать удачи, ровных дорог и зеленого света по жизни И вот комментарии к этой статье Да уж, романтика Грязные стоянки, вонючие кафешки Очереди на загрузках, выгрузках, границах Всякие ограничения, тепломкада, теплового режима и так далее Следующий комментарий Это не женская работа Я 50 лет за рулем, 45, с одной женой Две прекрасные дочери с двумя внуками, двумя внучками Месяцами не был дома Чтобы дома был достаток и уют Всегда говорил жене Я обеспечиваю, а ты воспитываешь детей И если будет какой-то косяк с зачерьми Я буду тебя спрашивать Даже когда меньше я учился в институте И говорила, что тяжело Я отвечал Что думаешь? Мне все легко? Мне кажется, это хреновые мужики Что жены работают на такой тяжелой, опасной работе Другой комментарий У меня все то же самое Только на дальнобой, по союзу и в международном Он ходил 38 лет Еще и на пенсии 4 года бегал Старушка разрешила И завязал в 2014 году И тоже 45 отметили в августе Пожелаю тебе здоровья Следующий комментарий От Феди Чугунова Остается неизвестным Где взяты деньги на сцепку Накопить на зарплату Да ни в жизни не поверю Кредит в банке Она его не отработает С таким подходом Я вольна Мне нравится И так далее Поэтому назовем это хобби От нефиг делать Поверьте мне У меня несколько машин Делаю практически все сам Езжу иногда тоже Ну и я неволен делать, что хочу И выбирать Поеду, не поеду Мне интересно Она сама что-то может сделать в дороге Если случится что-то экстраординарное А ведь есть сроки и штрафы Да и коммерческая составляющая поломок Вызывает улыбку и не более Следующий комментарий Сама она сделала машину после аварии Вот реально где фантазия через край И вы знаете Сколько стоит ремонт скамейки битой Я думаю, что она Когда все в конце просчитала То и не очень-то и прикурила С такой махинацией Могу ошибаться И поймите вы одно Ну нет людей, которые ездят за копейки Есть люди, которые хотят получать неоправданно много Иногда они кричат, что все едут за копейки По большей части Сами за них и едут Следующий комментарий Лично знаю с десяток, которые едут именно за копейки И умудряются еще пособачиться между собой за эти копейки Девочка молодец По крайней мере они умнее большинства дальнобойщиков Работающих за миску супа Каждый стоит именно столько За сколько готов работать Следующий комментарий От скитальца дальнобоя Женщина по определению не может быть водителем Как минимум грузовика Если такое случилось Значит это женщина совсем не женщина Только одно отличие по полным признакам Женщина это нежное, чистое, ласковое создание Должна быть при доме Следующий комментарий Мир все больше и больше переворачивается с ног на голову Ей надо детей воспитывать А не бродяжничать по стране Следующий комментарий Еще Таня Камазистка есть И Люлия Лазарева Следующий комментарий Девка без башки Результат непросто Предсказуем, он закономерен Безумству храбрых Поем мы песню, но не деревянным по пояс Следующий комментарий Детей воспитывай, ищи вари Твое дело хреново дальнобойщица Следующий комментарий Хочу к ней вторым пилотом Следующий комментарий Ну да, они такие новые русские дальнобойщики Им машину дядя из автосервиса собирает Почему я так написал? Вспомните фильмы о советских шоферах Дальнерейсовиках Тогда еще не было слова дальнобойщики Дело Румянцева А это ему аттестация Следующий комментарий Пусть тебе помогают Всевышние И зеленой дороги Пожелать лишь вперед удачного пути Пусть солнышко сияет Вам все время в небе чистом А ночью вам сестра луна Дорогу осветит Гоните прочь вы от себя преграды и невзгоды И пусть не будет никогда уж более таковых Удача улыбнется вам Пусть при любой погоде Такой прекрасной и красивой девушке, как вы Следующий комментарий Молодец, уважуха красавица Не каждый мужик сможет так, как она Удачи тебе зеленого света Следующий комментарий Дальнобой это диагноз Проверено Уважаю этот выбор Был бы рад встретиться лично Но это мечты А так желаю успехов И как у нас в конторе говорили Не гвоздя вам гнутого Ни мента Следующий комментарий от Илхама И Шанхаджаева Катя, удачи тебе Он правоверный мусульманин Которому не запрещено иметь много жен Посадит и отправит Так как у него одна жена стирает Другая готовит Третья с детьми Четвертая любит Так что одну можно и в рейс отправить Нехай баблов домой везет Ставьте лайки, дизлайки Всем спасибо за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok